здравствуйте друзья я все думал чем ну чем нам удивить нашу изощренную аудиторию и вот подумалось мне что пойдем-ка мы в отлив и спустимся на песочек вот это омывание босых ног в океане этого мы еще не делали сейчас сделаем начинается путь к океану вот этих бетонных ступенек друзья вот этих бетонных ступенек вы видите друзья дети дети океана так вот они выглядят и вот мы на песке друзья под таким углом я еще не показывал вам океан это пионерская новаторская съемка вот вы видите и собачка там господи ладно собачка тоже а впереди это вот виктор и его супруга тот самый виктор которого все принимают за брата нашей светланы каковым он не является ну похож похож друзья вы видите мою тень и потихонечку мы наезжаем мы наезжаем на мои натруженные на мои босые ноги друзья которые вот так вот подвержены этой леденючий леденючий водище чтоб вы знали какая она ледяная да я бы сказал что так градусов наверно 14 12 так чисто по ощущениям цельсия вы видите лялички друзья лялички гуляют и что называется enjoy life лялички по-другому воспринимают холод чем взрослые они могут совершенно ледяной воде и так с удовольствием находиться вот тут у нас много народу видите как она все ближе им ся друзья если вы поедете в австралию то вот виктор дать вам полезный совет совет очень простой у меня сейчас сын от первого брака как раз в этой самой австралии до берет семестр оброда он там четыре месяца да и оттуда он ездит новую зеландию да и там и там исключительно популярные вот футболочки так на которых кругленькая такая награде написано санта круз она тебе ничего не надо мне не написано потому что я как бы и так санта грузи да санта груза санта груза да как бы и не обязательно а вот в австралии это на совершенно необходимые вещи они там переплачивают большие деньги чтобы такое иметь друзья сделал пакетик так ему туда две таки отправил значит если друзья у вас есть знакомые для ведения бизнеса в австралии делаете где-нибудь в российской федерации или там на украине может дешевле маечки с надписью санта крут и отправляйте в австралию это большой бизнес ну или сами или сами пожалуйста кто будет в австралии но это дороже это надо билет покупать это же так пешком то не придешь в австралию мы послали друзьями известные те маркера из туда ехали так они пересеклись с моим цена медали а чего это все вы просто фирменные они написаны определенным образом понял а что это все в австралию это все вот казалось бы могли бы тут это я тебе расскажу да если дочка от первого брака да и когда она была затем маленькая я и сказал что ты будешь учить у меня французский да потому что я когда-то хорошо говорю по выяснилось английский мне важнее я все забыл так ну вот и она училась по французски когда она нашла на третьем курсе это называется junior year да я ее отправил во пр işte она брала курсы называется два университета один называютhern а во втором все зная кого называется университет католик о котором никто не знает про или католиков кроме католиков но он как бы открытый санта-клара университет он франциск не достиг vagabстью даже еврею холодно comics Cameron мне Это, впрочем, никто не знал даже этих подробностей, поэтому это не имело значения. Но она брала не курсы французского, она брала обычные курсы на французском языке, как бы читаемые для обычных рядовых французских студентов. Это очень опасно. Ты знаешь, это если только ребенок замужем, то еще можно. А если, например, девочка свободная, вот так вернется обратно, скажет, папа, это Луи, я его люблю. Бывает. Она вернулась, ничего такого не сказала, и потом уже много лет спустя выяснилось, что ей было очень тяжело, потому что все-таки курс-то по-французски, это сложно. Ну, покуда она там каталась вокруг Парижа, и все смотрелось. Я думал, что ты вынырнешь на майке с надписью Санта-Круз. Так вот, после этого мой сын, который на 9 лет ее моложе, сказал, что, конечно, моя сестричка ездила семестр-брод, я тоже поеду. И тут выяснилось, что французский он знает плохо. Он знает, но плохо. Грусский он тоже знает, но тоже недостаточно хорошо, чтобы курсы брать. Там в Санкт-Петербурге. Поэтому ему нужно было взять какое-то, найти какое-то место, где он бы мог это все брать, но по-английски. И оказалось, это место Австралии. А ехал бы просто в Великобританию, что ему в Австралии. Есть такой вариант, он уже обсуждался, да. Но в Австралии выяснилось... Это крокодил какой-то, смотри. Да, это большой крокодил. Так выяснилось, что в Австралии он живет в здании, вот прямо как из Harry Potter, такой весь построенный Британской империей, там 152 раза. Замок. Замок такой весь, с башнями за всеми. Оно в Австралии сохранилось еще лучше, чем в... В Англии. В Англии, да. Там не было немецких боменок. И он как-то каким-то образом, случайно тогда в это попал. Там он в какой-то лотерее, там продавали, где он будет жить и все такое. И он на это дело попал, ему в этой самой Австралии очень нравится. Но в отличие от Англии, путешествовать, оказывается, там немножко меньше, потому что когда ты из Парижа, она ездила в Голландию, там свалилась в какой-то мельнице. Еще куда-то она ездила, еще где-то там свалилась. А мой сын, он как бы... Привязан к месту. Привязан к месту, к Сиднею, поэтому он поехал в Новую Зеландию. Что там говорит это? Девчонки симпатичные там? Да, симпатичные, да. И главное, что они не просто симпатичные, а главное, что они счастливые. Без предрассудка. Самые счастливые люди живут в Австралии. Так, а, это мы про местные говорим? Сервей, ну и вот которые... Всякие осмотры. Нам предлагают снять... Крабики. А хоть что это, друзья? Масл. Масл. Моя любимая рашечка, конечно. Древички. Ракушкис. Друзья, это точно... Это страшно опасная зараза. Это порезаться, как нечего делать. Все это, друзья, настоящее. Вот. И надписи тут на камнях тоже. Думаете по-русски? Пишут. Нет. Вот пишет Хуан. Да, там еще что-то пишет. В общем... Да, не верьте тому, что вы прочтете на стенах, друзья. А вот если так, немножко туда вот вперед, вот этот пирс, или ворф, как у нас говорят, куда мы с вами частенько ходим, смотреть на морских львов и покушать вкусненько. Да. Вот так, друзья, как птичка стремится на веточку, так и советский эмигрант стремится оказаться на твердой какой-то основе. Вот, например, в виде... Такая шикарная. Основа шикарная. Каменюки такие. А вот тут покажем народу, как нависают, например, зеленые насаждения. Да, зеленые насаждения посажены со вкусом. Да, есть и кто не знает вдруг из твоих слушателей. А это надписи индейцев? То вот эти вот камни... Это надписи индейцев, да. Вот эти камни пришли сюда из Лос-Анджелеса. Какие? Вот то, что мы видим. Там вот в Капитоле нам рассказывали. Так. Это не оригинальная скала? Эта скала пришла примерно из того места, где сейчас Лос-Анджелеса. Давно пришла-то? Ну, тысяч 30 лет назад. А, ну сама пришла, не то шею. Она сама там... Да, ведь как она... Эти землетрясения... Эти мигрировала. Скала сказала, нафиг нам эти землетрясения и пришла к нам. Это песчаные крабики. Сент-крабс. Детишки собираются. А как-то они не похожи на крабики. Мы сейчас найдем нормальные крабики. Так, друзья, мы смотрим на океан. Да. И на жителей побережья. Вот они тут балуются. Вот прямо у пирса стоит гостиница. Здесь, вот где мы с вами идем, частенько люди празднуют свадьбы. Они съезжаются в эту гостиницу. У них тут есть места, где хранятся столики, зонты. Все это вытаскивается вот буквально вот сюда, где мы с вами сейчас идем. И тут празднуются свадьбы. Вот если вы видите, там впереди такая буковка «П» из камня сложена. Это так вот алтарь. Та ночь батюшка их процедуру проводит. Вот, а дальше они сюда вот на пляж высыпаются и здесь бесчинствуют. Ну, в хорошем смысле. В хорошем смысле этого слова. А вот сейчас мы видим пляжующихся сам пляж и океанчик. Немножко так метров, сколько там до меня, 60-70. Вот от водички я отошел. На парапет такой бетонный забрался. Здесь возле гостиницы. А вот и буква «П», где прочуются люди. Вот такая она оригинальная. Вот, смотрите. Их, вот такие пальмы небольшие. Помните, друзья, стишок «Как плакала девочка Таня, уронившая в речку мячик?» Американские дети роняют в воду не мячики, а доски. Вот такие пенопластовые. Но не плачут. Не плачут. Никуда доска от них не денется. А там этих досочников. Мама родная, вот, может быть, вы видите сейчас, вот, как Муравьев там, народу. Я, к сожалению, не могу приблизить камеры GoPro. Не позволяет мне этого сделать. Как Муравьев. Вы видите, друзья, колонию ракушек на Каменюке. Сейчас я вам еще покажу круче. Вот тут гляньте, что творится. Посмотрите, вот если водой залито, и ногой наступить. Вот это и есть опасность, которую империализм, друзья, готовит для трудового народа. Если вы, друзья, когда-нибудь были в Евпатории, то вы поймете, что я хочу сказать. Очень похоже. Вот так. Идешь, 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 идешь. Там до горизонта уже добежался, а все по колено да по пояс. Вот похожее впечатление здесь такое. А вот тут, друзья, начинается восхождение, восхождение туда. Вот туда. Вы видите, здесь даже перил нету. Вот так вот люди ходят. Представьте себе, друзья, мимо чего приходится проходить, возвращаясь к нормальной жизни человеку, который только что замочил ножки в океанской воде. Вот они, муравчики. Мы уходим с пляжа, и вот последнее так наблюдение. Видите, прямо очередь, не зарастает народная тропа, можно сказать. Субтитры сделал DimaTorzok